Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поговорим о животных, которые живут в наших российских лесах. Заяц. Эти длинноухие и симпатичные зверьки встречаются во всех частях света, за исключением Антарктиды. Зайцы живут в лесах, степях, полях, на лугах. В разных климатических условиях распространены разные виды зайцев. У нас в стране живут в основном заяц-русак и заяц-беляк. Русаки обитают на открытых пространствах, полях, лугах, прячутся в невысоких зарослях кустарника. Беляки чаще встречаются в лесу, на болотах с осокой, в ельниках. Зимой заяц-беляк меняет цвет меха с серого на белый, и только на кончиках ушей остается черная каемка. На снегу беляка сложно заметить. Русак же никогда не линяет и даже зимует в серебристо-сером наряде. Зайцы – животные растительноядные. Летом питаются травой, зелеными побегами, иногда грибами. Зимой в основном грызут кору деревьев. В природе у зайца много врагов. Волки, рыси, лисицы, совы и другие хищные птицы. Спасти зайца могут быстрые ноги да острый слух. Белка. Белка – настоящая лесная красавица. Атласная рыжая или с серебристым отливом шкурка. Роскошный пушистый хвост, длина которого достигает 30 см. Белка – зверек ловкий, подвижный. Белки могут прыгать на расстояние от 3 до 15 метров. В качестве руля белки используют большой пушистый хвост. Белки – животные всеядные. Они едят ягоды, фрукты, орехи, грибы. Могут питаться насекомыми и яйцами птиц. А еще белки любят доставать семечки из еловых и сосновых шишек. На зиму белка делает запасы. Складывает в дупла, гнезда, прячет между сучьев деревья, под корой. Прячет среди корней шишки и орехи. Белка живет в дупле или гнезде в форме неправильного шара, свитого из прутьев и мха. Жилище она устраивает высоко на дереве. Выстилает его изнутри мхом, листьями, сухой травой. Врагов у белки немного. Самые опасные из них – ястребы и куницы. Ёж. Этих маленьких зверьков с колючками на спине легко узнать. Острые колючки спасают ежей от врагов, лисиц, волков и других хищников. Почует ёж опасность, свернется в клубок и попробуй его достань. У ёжика около 16 тысяч иголок. Однако грозное оружие ежей бессильно перед водой. Лисицы, например, иногда катят колючие клубочки к водоему. Оказавшись в воде, ёж распрямляется и оказывается в лапах у хищника. Опасность для ежей представляют ещё совы и ястребы, которые острыми когтями могут добраться до ежа, несмотря на колючки. Ежи живут в степях, на лугах, в лесах. Их можно встретить в садах и городских скверах. У ежа не очень хорошее зрение, зато очень хороший нюх. Ежи ведут в основном ночной образ жизни. Днём они прячутся в укрытиях-гнёздах, которые строят под корнями деревьев, стаскивают туда ветки, листья. Ежи питаются насекомыми, червями и лягушками, ловят мышей или даже ящериц и змей. А ещё они питаются ягодами. Однако, вопреки распространённому мнению, запасов на зиму ежи не делают и ничего не носят на своих колючках. Зимой ежи впадают в спячку. Для этого ежи накапливают жир летом. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч в занимательном мире животных!